Добрый вечер, в эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Павел Танин и в этом выпуске. С чем и как жить в новом году? С 1 января в Севу вступили несколько новых законов. Новости круглые сутки. Через месяц в Якутии заработает новый телеканал. Подобные телеканалы в России не запускались в последние несколько лет. В регионах не запускались никогда. Морозы еще придут. Жители Аймеконья встретили Новый год с хорошей погодой. Вот, допустим, Аймекон, опять же, который поселок находится, допустим, у нас 55, у них 60. Будет всегда холоднее на 4, на 5 градусов. С 1 января в Силу вступил целый ряд новых законов, затрагивающих самые разные сферы жизни россиян. Среди них и новые школьные предметы, изменения в медицине, ЖКХ и многое другое. С чем и как жить в новом 2018 году узнавала Александра Охлопкова. В России появится новый дорожный знак. Он будет предупреждать о зоне успокоенного движения. На участке дороги, где установлен такой знак, запрещен обгон и двигаться можно со скоростью 10-20 км в час. С нового года штрафы за тонировку лобового и боковых стекол вырастут в три раза. А за повторное нарушение можно лишиться 5000 рублей. За управление автомобилем без доверенности штраф 3000 рублей. С начала 2018 года судебные приставы получают возможность лишить водительских прав неплательщика. Подобная норма затрагивает все виды высыскания. От алиментов до долгов по кредиту. Вступают в силу закон о показании медпомощи посредством дистанционных консилиумов медиков между собой и консультацией пациента врачом, включая дистанционный мониторинг состояния здоровья больного. Кроме того, через портал госуслуги и личный кабинет пациент сможет получать персональную медицинскую информацию, делать выписки из истории болезней и многое другое. Диспансеризацию совершенствуют с этого года. Обследования и медпомощь будут более адресными. Особенность новой диспансеризации – более активный онкосткрининг для выявления некоторых видов онкозаболеваний на ранней стадии. Главные новшества этого года в школах – уроки шахмат и астрономии. Шахматы в начальной школе могут стать обязательными, а для средней школы они войдут в программы дополнительного образования. В колледжах и техникумах выпускникам придется сдавать демонстрационный экзамен и показать, как они научились применять знания на деле. Не менее 14 тысяч студентов в колледжах и техникумах сдадут в этом году такой экзамен. С сентября на 4% увеличатся студенческие стипендии. В 2018 году будет введена предоплата при расчете за потребляемые коммунальные услуги. Программа начнет работать в тестовом режиме и участие в ней будет добровольным. В качестве стимула для перехода на предоплату Минстрой обещает снижение тарифов тем потребителям, которые присоединятся к системе. Ужесточен контроль работы управляющих компаний в многоквартирных домах. Вступившие в силу изменения в жилищный кодекс упрощают отказ жителей от услуг организации, которые занимаются обслуживанием дома. Закон позволяет изъять дома у управляющей компанией по решению жилищной инспекции. В 2018 году в прошлое уйдут и управляющие компании-двойники. Также закон ограничивает срок лицензии по управлению многоквартирным домом 5 годами. Теперь же в сфере ЖКХ может начаться чистка рынка от организаций, которые плохо выполняют свою работу или имеют большие долги. В Якутии выделят еще больше денег для финансирования местных инициатив. Бюджет на эти цели увеличит до 500 миллионов рублей. По условиям программы на один проект направляют по 1 миллион рублей, а для арктических и северных районов субсидия выше на 500 тысяч. Главное условие для получения поддержки вклад участников проекта. Не менее 5% со стороны местных бюджетов и не менее 3% со стороны населения. Новые лица, передачи и репортажи. Даже с 1 февраля национальная вещательная компания «Саха» запустит новый проект. Круглосуточный информационный телеканал «Саха-24». Что и в каком формате из него смогут получить зрители, расскажет Марьяна Кутакова. Информационный телеканал – это новый формат. В отличие от классического, новый телеканал будет доступен телезрителю круглые сутки. Поток информации увеличится в два раза. Выпуски станут намного динамичнее. Мы в первую очередь говорим, конечно, о новостях. То есть новости каждый час. Новости в пиковое время – это утром, в обед и вечером. Новости каждые полчаса. В рамках телеканала будут запущены отдельно проекты по репортажам. Мобильные репортеры будут. То есть жители республики также смогут принять участие в формировании телеканала. Основные городовещания телеканала – это Якутск, Нерюнг, Реалдан, Мирный, Ленск и, возможно, Олегминск. По словам руководства компании, новый телеканал в первую очередь направлен на современного телезрителя. Век информации с увеличением количества информации и доступности становится необходимым созданием нового телеканала. Это круглосуточный информационный телеканал. Подобные телеканалы в России не запускались последние несколько лет. В регионах не запускались никогда. Это будет круглосуточный информационный телеканал, который будет работать в прямом эфире. Новости каждый час. До начала первого прямого эфира идут последние приготовления. Во-первых, это подготовка кадров. Для этого в Якутск приедут коллеги с телеканалов «Россия-24» и «Россия-1». Будет расположено в этом новом студийном павильоне. Он уже почти готов. Его площадь – 150 квадратных метров. Ньюсрум рассчитан на 20 рабочих мест. Работу в прямом эфире могут увидеть не только телезрители. За процессом могут наблюдать и пешеходы по улице Аджиникидзе. Первый выпуск новостей смотрите 1 февраля в 12 часов дня. Марьяна Кутукова, Георгий Григорьев, НВК «Саха», Якутск. 64 человека планируют стать кандидатами в президенты России на предстоящих выборах. Среди них 43 самовыдвиженца. Такое количество уведомлений получил Центр избирком России. 1 января было последним днем, когда самовыдвиженцы могли подать уведомления. А сами документы ЦИК будет принимать до полуночи 7 января. Между тем, в этом году, помимо президента страны, якутяне будут избирать народных депутатов Илтумен. 35 по одномандатным округам, остальные 35 по республиканскому избирательному округу. Также в сентябре жители столицы республики будут избирать депутатов в городскую думу 4-го созыва. Жители Аймеконья встретили Новый год с хорошей погодой, но по сообщению метеорологов, сильные морозы еще придут. Прогноз помогла составить метеостанция, которая работает там с 30-х годов прошлого века. И по сей день там продолжают вести наблюдения. Подробности у наших корреспондентов. Новый 2018 год с желтой земляной собаки Аймеконцы встретили при благоприятной погоде. Безоблачно, тихий ветер и температура не достигает минус 40 градусов. Но, как сообщают метеорологи, сильные морозы еще наступят. Самые холодные месяцы – это январь-февраль. Мы поинтересовались у жителей села Тамтор, каким образом выживают сильные морозы домашние питомцы. В год собаки решили спросить о собаках. В семье Егоровых собаку по кличке Кума, что означает медведь, круглогодично держат на улице. Он у нас уже третий год на улице зимует. Когда мы его взяли, он был очень маленьким и очень терпеливым. Корм специально варим. Все съедает. Что мы сами кушаем, то и даем. Рыбу, обрезки мяса, кости. В селах Аймеконского района не все дома подключены к центральному отоплению. Люди вынуждены запасаться дровами и всю зиму топят печь. Андрей Винокуров, начальник пожарной части в селе Тамтор. Его домашний питомец, собака породы Лабрадор. Ей полтора года, как рассказывает хозяин, собаку еще ни разу не впускали домой. Готовлю специально, варю ей кашу. Кашу сделаю с субпродуктов. После забоя, что остается. Обязательно добавляю висе капусты для витаминизации. И в основном готовлю перловку. Собаки, между прочим, тоже предсказывают изменение климата. Но наше специальное учреждение метеостанции наблюдает за погодой и климатом уже много лет. Специальные термометры для измерения температуры воздуха и почвы в разных глубинах, барометры для измерения атмосферного давления, передают данные в гидрометеоцентр. Артур Старостин, Светлана Поцелуева, НВК Саха, Аймеконский район. 7 января под куполом Саха-Цирка зажгутся новые звезды. По просьбам зрителей, спустя два года проект «Две звезды» возобновили. Конкурс пройдет в шестой раз и соберет 12 дуэтов. Представители разных сфер деятельности вместе со звездами якутской эстрады исполнят неповторимые номера. Мастер спорта международного класса по вольной борьбе Айал Лазарев решил попробовать себя в новом амплуа. Он принимает участие в песенном конкурсе «Две звезды». Айал готовится к выступлению на сцене так же, как и к соревнованиям. Усердно, с большой отдачей. Ранее спортсмен снимался в рекламе, выступал с речами в соревнованиях. А в роли певца на сцене он новичок. Жизнь запоминается новыми моментами, какими-то пройденными этапами, интересными. Поэтому будет интересно, думаю, посмотрим, через это будет либо хорошо, либо фиаско. Таковой музыки или песни, такой прям определенный контент у меня особого нет. В основном я слушаю это, находясь на сборах или на соревнованиях. Это помогает либо расслабиться после нагрузок, либо настроиться на нагрузки или к предстоящим соревнованиям. Участники конкурса, политики, спортсмены, деятели искусств, журналисты предстанут в абсолютно разных образах, покажут многогранность своих талантов. Телепроект «Две звезды» зародился еще внутри нашего молодежного совета, еще в 2009 году. Тогда мы, молодые специалисты, так хотели сделать что-то новое, интересное на нашем корпоративе. И тогда и сегодня звучит наш девиз так, что талантливый человек талантлив во всем. На концерте прозвучат ностальгические песни из 60-х, 70-х годов, саундтреки из известных фильмов. Из 12-ти звездных дуэтов двое лучших получат вот такие красивые статуэтки с изящным дизайном. Немножко она меняется. Мы делали один раз «Сваровский», другой делали «Слоеного». Звезды, они же только падают, а у нас они взлетают вверх, показывают, блестят новыми гранями. Большой гала-концерт с участием всех конкурсантов состоится 7 января в ЦАХ-цирке. У зрителей есть возможность выбрать обладателей приза зрительских симпатий. Во время мероприятия зритель может отправить СМС-сообщение и тем самым поддержать понравившийся дуэт. В этот вечер также выступят обладатели гран-при и призы зрительских симпатий прошлого сезона. Царгалана Федорова, Евгений Рязанский, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск. А в другом телевизионном музыкальном конкурсе «Новая звезда», в котором принимают участие исполнители из всех регионов России, Якутию представила группа «Клан Сопрано». Девушки исполнили кавер на песню «Непара». Участницы из Якутии получили 80 баллов, однако этого оказалось недостаточно для прохождения в полуфинал проекта. Но по правилам у выбывших конкурсантов есть еще шанс пройти дальше. После завершения всех отчетных концертов члены жюри смогут выбрать одного участника или группу, которые выступали ранее, но не добрали баллы. Таким образом, у представительницы Якутии еще есть шанс вернуться в проект. Поддержать девушек можно будет в СМС-голосовании, которое стартует сегодня и завершится 8 января. Таким мы запомним уходящий день. О том, что будет дальше, как всегда, расскажет Якутия. Я на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова